О, стружечка пошла! Привет, ребята! Для начала работы над новым моим проектом мне необходимо изготовить один инструмент. Но если быть точным, не инструмент, а приспособление к инструменту. И вот о чем пойдет речь. Не так давно на моем канале был ролик о восстановлении вот этого полуфуганка Восковского завода. Этот фуганок был подарен мне, моим односельчанинам. Он был в плачевном состоянии, долгие годы валялся где-то на чердаке. И как видите, у него одна из щечек повреждена. То есть здесь не хватает целого куска чугуна. Я по мере возможности восстановил этот полуфуганок, покрасил его. И в принципе он является рабочим инструментом. Но из-за того, что целостность фуганка нарушена, и я подозреваю, что геометрия у него будет не очень хорошая. То есть работать им по назначению я не стану. Если мне понадобится, я куплю себе аналогичный полуфуганок в нормальном состоянии и буду его использовать. Но в принципе для работы у меня хватает инструмента. Можете видеть, что у меня есть практически вся линейка завода имени Воскова в Сестрорецке. Это двойной рубанок номер 4, одинарный рубанок номер 4, шерхебель, фуганок номер 7. И в принципе мне этого достаточно. Может быть еще чего-то мне не хватает, какого-нибудь отборничка. Но это со временем я приобрету. А вот этот полуфуганок я планирую немножко видоизменить и использовать его по другому назначению. На канале моего коллеги ВОХА54, ссылочку на его канал вы увидите в правом верхнем углу экрана. Также я ее дам в описании к моему ролику. Есть такое приспособление, как боковая щечка из дерева, вот на эту сторону, который превращает обыкновенный рубанок, ну в моем случае это полуфуганок, в нормальный такой кромочный рубанок. Кромочный рубанок это инструмент, позволяющий с достаточной точностью обрабатывать кромки заготовок, досок, не прибегая к механизации. То есть на фуговальном станке не всегда получается сделать кромку идеально ровной. Допустим, для префуговки я часто использую ручной инструмент, потому что он дает большую точность, нежели станок. На станке я делаю предварительное создание базы. Так вот, над созданием такого инструмента я сейчас и буду работать. Для изготовления щечки для рубанка я буду использовать вот такую заготовку из ясеня. Я думаю, что мне ее достаточно будет. Моя конструкция будет немного другой, нежели в ролике у Владимира. Но если она мне не понравится, я всегда смогу сделать так, как у него. Моя конструкция 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 роток рубанка имеет боковины с одной и с другой стороны около четырех миллиметров поэтому на заготовке мне нужно сделать в этом месте выборку на ту же самую глубину 4 миллиметра выборку это я буду делать прямой пазовый фрезой диаметром 25 миллиметров выборка на 4 миллиметра мне показалось недостаточной поэтому я решил сделать выборку на 6 миллиметров потому что нож не до конца доходит до края ротика рубанка и все равно может оставаться щель так что я решил увеличить эту выборку и первым проходом сделал половину 3 миллиметра и вторым проходом увеличил глубину съема и сделал все 6 миллиметров и теперь мне осталось убрать за два прохода вот эту вот часть здесь уже можно не прицеливаться не вымерять миллиметры с помощью линейки штангенциркуля а уже делать все на глаз после обработки на фрезерном станке здесь оставалась небольшая ступенечка который я благополучно убрал с помощью моего рубанка торцовочного поэтому сейчас я добился того результата который я ожидал все очень ровно ну конечно это смотреть нужно на просвет так ничего не видно но можете не поверить здесь зазоров нигде нету и угол везде ровно 90 градусов можно в принципе уже начинать прикручивать к рубанку однако не все так просто и радужно как это может показаться на первый взгляд дело в том что я уже говорил в начале что геометрию этого рубанка нарушена из-за того что здесь очень все с неплохо обращались роняли его бросали как вы сами понимаете и между подошвой и вот это вот щечкой нет прямого угла если посмотреть лекальным угольником то можно видеть здесь зазоры серьезные поэтому когда приставляю его сюда к этой подошве здесь образуется щель который нивелируется поворотом рубанка и для того чтобы нивелировать эту щель мне будет нужно подкладывать сюда под эту вторую щечку внутреннюю какую-то прокладку но я разберусь с этим сейчас для того чтобы сделать эту деталь более красивой я вычерчу по контуру рельеф рубанка и выплю на ленточном станке и и и Ну вот, я просверлил два отверстия. Диаметры 6 мм сквозных, то есть они проходят и эту накладку, и чугунные щечки рубанка. И теперь есть выбор, каким образом закрепить вот эту накладку при помощи болтов. Болты я взял диаметром 6 мм, М6, и вот этими болтами теперь нужно закрепить. Конечно же, болты будут с обратной стороны прихватываться гайками, но как здесь их расположить? Можно, если их ставить вот таким вот образом просто и там затянуть, то вот эти вот торчащие головки, они естественно могут травмировать руки при работе. Это очень неудобно, ну и непрактично. Поэтому эту головку нужно утопить. Есть два варианта это сделать. Сама головка болта М6, она имеет вот это расстояние 11 мм. То есть можно просверлить здесь неглубокое отверстие 10 мм, забить туда молотком эту головку, ну и сверху залить эпоксидкой, чтобы она уже не проворачивалась в будущем. Но этот вариант мне не очень нравится, потому что если вдруг при использовании резьба сорвется, а эти болты, они не очень надежные, то заменить их будет весьма проблематично. Я решил сделать следующим образом. Вот у меня есть вот такие шайбочки 15 мм диаметром. Я возьму, сейчас у меня как раз есть сверло Форстнера на 15 мм, которое я недавно приобрел. Здесь делаю потай на 15 мм. И вставлю вот сюда вот таким вот образом, как и положено через шайбу, эти болты. Жутко неудобно снимать из такого положения. Ну попробую. Вот я прикрутил сейчас эту планку к рубанку. Лекальный угольник подставляю. Не знаю, видите или нет, но здесь есть щель. Буду подкладывать подкладки под эту планку и выравнивать, и создавать идеальный угол 90 градусов. В качестве подкладки я ничего не мог лучше придумать, как использовать вот эти вот лезвия от строительного ножа. Толщина у него 0,40. Уже один кусочек я сюда положил. Сейчас еще отломаю, еще вставлю. Вот так вот буду набирать, набирать, пока не выравняется вся эта история по 90 градусов. Все, ребята, добился я идеального результата. Не знаю, сможете увидеть или нет, прилегание без щелей. Угол 90 градусов. По всей плоскости подошвы. Извел я на это дело целых два лезвия. Собственно говоря, работа-то на 3 копейки, а результат великолепен. Сейчас я покрою его маслицем, вот эту деревянную часть, накладочку эту, и испытаю его в деле. Вот такая заготовочка у меня есть. С одной стороны она обработана, это база. Здесь она спилена на пиле, угла нет. Видите, да? Угла нет. Сейчас будем делать прямой угол. Ну вот, ребята, с первой попытки у меня не получилось. Нужно было подрегулировать немножко лезвие рубанка. Она у меня не очень хорошо регулируется здесь. Ну вот, с третьей попытки результат вполне удовлетворительный. Угол 90 градусов. Работает машинка. Ну вот, ребята, работу над своим полуфуганком я закончил. Учитывая то, что недавно совсем это была груда ржавого металла, результат, мне кажется, вполне удовлетворительный. То есть я сделал из этого рубанка рабочий инструмент. Хвастаться особенно нечем, но я надеюсь, что мой опыт будет кому-нибудь полезен. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить оценки моему видео. Всем до свидания. До новых встреч. И всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова